Хотели его похоронить, как совершено покушение на офицера спецподразделения «Витязь» Александра Крементова, тоже воевавшего в Чечне. Если это не месть, то что? Денис Арапов честно поискал и другие версии. Вторичная полиция расследует обстоятельства дерзкого нападения на офицера спецназа, которого средь белой дня расстреляли в центре Москвы. 32-летнего капитана спецотряда «Витязь» выпустили 5 пуль. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в институте Слепосовского. Это покушение, наверное, так и осталось бы достоянием криминальной хроники, если бы раненый не оказался офицером, прошедшим две чеченских кампании. Адресные зачистки, поиски преступников. Ну, это основное, что мы делаем. За последние две недели это было уже вторым нападением на военного, воевавшего в Чечне. Сначала громкое убийство Юрия Буданова, неизвестные выпустили в него шесть пуль. Сослуживцы полковника, первыми выдвинули версию мести за убитую Эльзу Кунгаеву. А тут еще неожиданно всплыли вот эти запросы чеченских следователей с требованием домашних адресов и фотографий воевавших военных. Вбивают все те, которые попринимали. Ведь списки они же уточняли. Списки разыскиваемых солдат и офицеров сами военные. Тут же окрестили расстрельными. Охота началась, и надо предпринимать незамедлительно какие-то действия. Мы решили попытаться это проверить, а заодно узнать подробности последнего покушения на капитана спецподразделения «Витязь» Александра Крементова, которая посеяла панику среди военных. Боевого офицера стреляли где-то здесь, в районе Ярославского вокзала. Но во всяком случае об этом пишут все газеты и интернет-издания. Говорят, стреляли прямо из машины. Ну, по-любому должны остаться очевидцы или свидетели этого покушения. Люди не боялись стрелять человека. Седьмого дня, конечно, были уверены в своем превосходстве, в своей безнаказанности. Вместе с Александром Крементовым Владимир воевал над Северным Кавказом. Выцелы были отнюдь не случайно, как иногда бывают случайные прохожие и так далее. Нет, это было конкретно направлено у него. Своё лицо он скрывает, потому что не хочет, чтобы узнало командование. Но есть и другая причина. Угрожают всё время. Мы же тоже не поймальщики, хотя мы действуем в рамках закона. Но наша деятельность, конкретно наша служба не нравится террористам. Это однозначно. И не одним только террористам. Надо выискивать таких же Будановых, которые завершали ещё более ужасные преступления. Такие митинги не раз проходили в Чечне. Я думаю, что они отомстят. Родные мирных жителей, погибших во время конфликта, требовали наказать тех, кого считали виновными – российских военных. Вот брат, 67-го года рождения. Уже прошло 10 лет, как он пропал. За эти 10 лет ничего пока неизвестно будет. У семьи Адама типичная история. В 2000 году его брат Увайс пропал во время одной из спецопераций федеральных войск. В это время мать тоже была рядом, недалеко. Видела даже БТР, как его увозили. Что случилось на самом деле, следствие так и не выяснило. Но семья не сомневается в том, кто виноват. Номер БТР тоже знаем. Знаем человека, который был на пасту в тот день. Я лично своими глазами видел у многих родственников фамилии, имена, военная часть, номер БТРа. То есть это все же не кануло куда-то, да? И не забыто это. И не забыто. И не забудется. Хеди Саратовой годами стекались обращения родных погибших и пропавших. Если преступления, которые они совершали, до сих пор висят в воздушном пространстве, почему бы не решить как-то по-другому вызывать этих людей на допрос? Правозащитница жаловалась куда могла, доходила до Европейского суда. Но все бестолку. Как вдруг оказалось, ее запросы поддержаны на официальном уровне Следственным комитетом Чечни. Он просто отдал мне вот эти вот бумаги. Журналист Дмитрий вспоминает, как неизвестный человек принес к ним в редакцию папку с бумагами. Как этот человек выглядел? Ну, явно было видно, что он из силовых структур. Человек немножечко в возрасте, ну, с брюшком, скажем так, в гражданском. В папке оказались оригиналы скандальных запросов чеченских следователей. У нас задача была то, что запрашиваются фотографии. Потому что зачем следствие фотографии, когда у него есть паспортные данные, место службы, они могут просто человека вызвать на допрос без всякой фотографии. Вот, к примеру, лейтенант юстиции Доктухаев уточняет домашний адрес командира войсковой части, участвовавшей в уничтожении боевиков в 2000 году. Зачем? И уж тем более, для чего понадобилась фотокарточка командира? Для каких целей запрашиваются адреса, фотографии, личные данные военнослужащих? Ну, для уточнения обстоятельств уголовных дел. А руководителю следственного управления Леденеву не просто между двух огней. С одной стороны, федеральный центр, где о прошлой войне стараются вообще не вспоминать. С другой, общественное мнение в Самочечне. Устанавливает обстоятельства исчезновения людей, похищения людей. В период активной фазы контрактивной операции, которая проводилась на территории Чеченской Республики. Виктор Леденев как может успокаивает. Ничего такого в таких запросах нет. Но многие ветераны войны уверены, фактически это списки тех, кому хотят мстить. Я думал, вычисление идет и все-таки идет за ними охота. Полковник Евгений Демич – один из ближайших соратников Юрия Буданова. На военных пленках начала Второй Чеченской они почти всегда вместе в кадре. Солдаты называли его батей на войне. А это самое весомое для командира, для любого офицера. За 11 лет он сильно посидел, но память не подводит. Они уже тогда поклялись отомстить за те действия, которые принимал ПОК. После смерти друга полковник лишний раз убедился – идет охота на солдат. Хотя в самой Чечне, говорят, от запросов никакого толку. Направляются уже третий год. Их не одна десятка таких запросов по другим уголовным делам. Хоть один запрос положительный был? То есть конкретных указаний конкретных военнослужащих ответа с архива не было. И в самом деле, зачем мучиться с официальными запросами, когда можно все решить деньгами? Если у тебя есть деньги, и если ты захочешь купить эту информацию, то ты купишь. Вот и в истории с раненым капитаном все оказалось не так просто, как на первый взгляд. Сварщик Арташест – реальный свидетель преступления. И он рассказал удивительную вещь. Оказывается, стреляли спецназовца совсем не на улице. И не киллеры из машины, как в Буданово, а в одном из офицеров. Соседи по офисам рассказывают о группе молодых людей крепкого телосложения, у которых здесь была своя фирма. И, как говорят соседи, раненого спецназовца здесь постоянно видели вместе со своими друзьями. Говорят, в тот день сотрудники соседних офисов слышали какую-то ругань между компаньонами, после чего раздались выстрелы. Выходит, это не покушение, а конфликт по бизнесу. Ранение офицера спецподразделения МВД. Конечно же, сразу же чеченский след, потому что это было после убийства Буданова и после появления расстрельных списков в интернете. Но никто не задумывался, что причина может быть совсем банальной. Просто не поделились, что это коммерческие партнеры. Здесь, в этом здании, в офисных помещениях, в одном из торговых центров, в этом саму не включили. Но даже если все и так, есть и другая правда. В Чечне нашим воедом ничего не забыли и ничего не простили. Буданов маняк, Буданов убийца, преступник, его место, каталажки. В этой риторике с чеченской властью солидарна даже та, кто обычно обвиняет официальный Грозный в жестокости. Как сказал отец Эльза Фунгаева, вот, собаки собачьей смерти. Я знаю, что каждый чеченец так подумал. Виктор Баранец военный обозреватель комсомолки, личный друг многих военных, побывавших в Чечне. Он призывает оставить ненависть в прошлом, ведь на той войне не было правды. У нас есть масса уголовных дел. Когда нашим солдатам отрезали головы, руки, когда их сажали на кол, когда их засыпали живыми в ямы, то почему-то, когда мы начинаем запрашивать эти документы по конкретным лицам, мы почему-то их не получаем. Дорогие мои чеченцы, если вы хотите добиваться правды, тогда давайте в рамках закона и делать все справедливо. Между тем, на очереди еще одна история из тех, что разделяет воевавшие стороны. Обращаюсь к вам с просьбой разобраться в моем деле. Это Сергей Рокчеев, офицер дивизии Дежинского, осужденный за убийство мирных жителей в Чечне. Недавно он в очередной раз попросил о досрочном освобождении. За него хлопочут военные. Дважды суд присяжных оправдывал меня и признавал невиновным. И оба эти раза отменялись в вышестоящем суде. Вот только даже если лейтенанта простит президент, вряд ли его простят в Чечне. Одно я скажу, что Рокчеев, который просит, пишет письма Медведеву и просит условное освобождение после убийства Буданова, и после вот таких случаев, будет уже проситься на пожизненное. Я думаю так. Денис Арапов, Софья Ленькова, Тигран Товмасян, телекомпания НТВ. Редакция выступила. Что сделано? Возвращение.